Железо убивает скорость, закрепощает, делает вас медлительными, неповоротливыми. Сенсация, не так ли? Как часто мы с вами, друзья, слышали, слышим и наверняка еще будем слышать подобную ересь. Да, друзья, все это чушь. Для здравомыслящего, понимающего, что и как делать тренера. К сожалению, очень многие продолжают так думать. По той простой причине, что не развиваются, не пытаются понимать, что, почему, как происходит. Я впервые такое услышал сам, будучи еще подростком. И учась в спецклассе, но не для слабомыслящих людей, а в спецклассе по футболу от своего тренера. Хороший мужик был, царствие ему небесное. Многому я научился от него. Я играл в воротах, в футбол, в сокер, как говорят в Америке. И он рассказывал такую вещь, приводя в пример, как закрепощает железо, сам будучи тоже вратарем, что в армии они пристрастились тоже к тасканию железок, таскали различные ящики, все, что можно было. Тогда это только-только развивалось, как вы понимаете, еще и залов-то Качковских толком не было. И якобы он потерял скорость, подвижность. Но, друзья, давайте развеем все мифы. Действительно, если вы только таскаете железки, не растягиваете мышцы, после тренировки немножечко и ежевечерне не растягиваетесь, то может произойти действительно потеря некоторых скоростных ваших характеристик, физических качеств. Почему это происходит? Тот, кто смотрит мои ролики, читает статьи, я уверен, знает об этом. Если не знает, то догадывается. Связано это с крипатурой. Что такое крипатура, я уже рассказывал. В отличие от реального культуриста, который считает, что крипатура это накачивание кровью мышцы. Крипатура, друзья, это ответная реакция организма на физические нагрузки. На повышенные физические нагрузки, непривычные физические нагрузки. И организм, а точнее мышцы, укорачиваются, теряют свою со временем эластичность, что может привести к травме. Вот почему я настоятельно рекомендую, и все мои ученики растягиваются ежевечерне. Немножечко после тренировки. Ни в коем случае мы не растягиваемся во время тренировки, между подходами, между упражнениями. Кому интересно почему, посмотрите мои предыдущие ролики, посвященные именно крипатуре. Так вот, друзья, если не растягивать мышцу, не приводить ее в ее привычное состояние, а нормальное состояние для мышцы это не спазмированное состояние, никогда она закрепощена. А именно хорошая, нормальная, здоровая мышца должна быть расслабленной. И если вы будете грамотно строить свои тренировки, а сейчас я говорю в первую очередь для тех, кто занимается железом не столько ради увеличения мышечной массы, а сколько больше для увеличения силы, для, как ОФП, общая физическая подготовка, относительно других видов спорта. Единоборство, баскетбол, волейбол, футбол, хоккей. Да, друзья, сейчас и уже не первый год все команды американского футбола, американской хоккейной лиги, футбольной лиги, в футбольной лиге вообще существуют тесты силовые, выполняют физическую работу с отягощением. Естественно, у них есть грамотные специалисты, естественно, они растягивают мышцы, естественно, у них есть массажисты, которые помогают им в расслаблении мышечной массы для того, чтобы не было спазмов, для того, чтобы не было загребощений. Так вот, грамотно построенная тренировка и восстановление, в которую обязательно входят растягивающие упражнения, принесет только пользу и увеличение физических качеств. Это нужно понимать. Конечно, если вы будете только качаться, а потом, к примеру, идти бегать в футбол или в хоккей или прыгать, это ни к чему хорошему не приведет. Со временем это может привести даже к серьезной травме, которая перечеркнет вашу карьеру в любом виде спорта. Поэтому, друзья, думаем всегда головой, понимаем, что и для чего, ради чего, как и когда мы делаем и тренируемся. Тренируемся, еще раз тренируемся. Самообразовываемся, развиваемся, не останавливаемся на месте, не позволяем ничьему мнению влиять на ваше знание, ваше понимание. Нужно перенимать полезный опыт, пропуская его через призму здравого смысла. Тогда вы будете достигать всех поставленных перед вами целей, задач и сохранять и улучшать ваше здоровье. Помните об этом всегда, что только самообразование дает вам знание и понимание. Можно ходить на любые курсы, университеты, институты. И если вы этого не хотите, если вы этим не живете, вы не получите никакого знания. А даже если получите кое-какие поверхностные знания, это не перерастет в понимание. Я постоянно заостряю ваше внимание на том, что нужно знать и понимать. Знание и понимание, это как, чтобы вы больше прониклись, это как теория и практика. И то, и то хорошо. Но практика без теории еще может существовать. Но теория без практики это гниющий зловонный труп. Ничего, кроме разглагольствования, в себе не несущий. Поэтому меня поражают такие теоретики, которые выдают себя за грамотных людей, но порой несут всевозможную чушь. К примеру, что пиво не вредно, что быца не работают, что гиперэкстензии вредны. Сами при этом гантели-то, наверное, даже экштанги не подходящие. Но при этом побухивающие, курящие. В общем, я думаю, вы все видели таких блогеров. У них, кстати, зачастую очень много подписчиков, просмотров. Почему? Да потому, что умело поданная для стада информация, завуалированная под призмур всевозможных исследований, научных подходов, затуманивает голову, особенно русскоязычному ютюбу, где присутствуют в основном одни глупые подростки, хейтеры и тролли. Вот почему развлекательные программы, развлекательные блогеры по типу Дома-2 имеют такое огромное количество просмотров. К сожалению, люди в основном в своем это быдло. Как это неприятно осознавать. И очень легко понять, быдло ты или нет. Просто задумайся, смотришь ли ты программы, такие как Дом-2, подобные этим программам. И делай выводы. Если тебя это не напрягает, то это твое личное дело. Никто тебя не осудит. Но если ты все-таки хочешь развиваться, ты должен понимать, в какое инфополе ты окунаешься. Потому что то, что ты смотришь, это в принципе то, о чем ты думаешь. А то, о чем ты думаешь и в чем ты постоянно находишься, какие у тебя мысли, переживания, это есть отражение. Это отражается на твоей жизни. Конкретно. Помните об этом всегда, друзья. Такой сложненький поворотик. Так что, можете, друзья, смело заниматься железом. Естественно, грамотно. Но обязательно растягиваться. И тогда вы будете прекрасно себя чувствовать. И это, я говорю, опять-таки, с точки зрения практики. Вы знаете, я играю в хоккей, в воротах. И если бы железо закрепощало, я давно бы уже весь порвался. Я не мог бы двигаться. Вы должны представить себе, понять, что... Так, подождите секундочку, покажу вам, как приятно вот так едешь. Хоп, машинка встретилась. А у нее логотип твоего клуба. Iron Religion рулит. Так вот, друзья. Вы видите, что грамотно построенная тренировка будет приносить только пользу. И неважно, каким видом спорта вы занимаетесь. Как ОФП это должно присутствовать. Присутствовать везде и у каждого. Не нужно, конечно, путать это все с пауэрлифтингом, профессиональным бодибилдингом, стронгменом. Все это не имеет ничего общего с построением тренировочного процесса для тех, кто занимается игровыми видами спорта, единоборствами. Поэтому думаем, тренируемся, восстанавливаемся, хорошо питаемся, растягиваемся, спим, получаем положительные эмоции, думаем всегда только положительно, общаемся только с положительно настроенными людьми. И тогда вы увидите, как начнет изменяться ваша жизнь к лучшему. Уже прямо сейчас, не завтра, никогда. Живите всегда сегодняшним днем. Это не значит, что нужно деньги, какие у вас есть, прожигать жизнь вот прямо сиюминутно. Но вы должны понимать, что если вы постоянно переживаете о прошлом, то вы стоите жопой к своему будущему. А если вы переживаете о будущем, то вы пропускаете просто настоящее. И в том и ином случае вы живете либо в прошлом, чего нет по сути, и живете в будущем, чего в принципе вообще может не быть. Некоторые меня критикуют за то, что я частенько рассуждаю на разные мысли, на разные темы, не связанные со спортом. Но это не так. Все связано между собой. И в конце концов это мой личный блог. Я никого не заставляю, не принуждаю слушать, тем более прислушиваться. Я даю информацию, рассказываю о том, как я смотрю на те или иные вещи. И это мое личное право на этом информационном пространстве. Заведите свой блог, и вы увидите, что со временем вы захотите делиться со своими зрителями, если они у вас, конечно, будут, не только информацией по конкретно заданной теме. Нет. Потихонечку это будет перерастать во что-то большее, особенно, когда вы увидите отдачу, как многие люди реально заинтересованы вашей деятельностью, то, чем вы занимаетесь. И им интересно, как можно больше информации получать от вас. Не только с точки зрения темы, на которую ваш блог, но и все, что связано с этим вокруг, в вашей жизни, все это на самом деле интересно. Ну, и насколько я считаю, я не сильно вас перегружаю своими мыслями на отвлеченные темы. И всегда можно остановить это. Точно так же, как пропустить рекламу. Друзья, не забывайте приобрести мои книги и мужскую, и женскую. Это квинтэнсенция огромного количества знаний, но самое главное, практического опыта. Вы нигде больше не получите подобную информацию. Некоторая информация реально эксклюзивная. Ее вы можете встретить только в учебниках спортивной анатомии, к примеру, или даже там не встретить. К сожалению, все, что реально нужно, почему-то игнорируется, не преподносится, а зачастую даже не знается. Я уже не раз вам говорил, рассказывал для того, чтобы вы могли, к примеру, проверить своего тренера-инструктора. Просто спросите его, что такое фазические и тонические мышцы. Он, поверьте, даже не слышал никогда о таком. А это самое первое, что нужно знать для того, чтобы не травмировать людей, для того, чтобы не травмировать себя. Вообще, в принципе, просто для того, чтобы грамотно тренироваться и уж тем более тренировать людей. Это большая ответственность. Надеюсь, друзья, что вы, зрители моего канала, знаете, что такое фазические и тонические мышцы. Если не знаете, то бегом читайте мои статьи. А лучше приобретите книги. Они довольно-таки недорогие. Не хочу говорить слово дешевое, потому что все, что дешево, не имеет ценности, к сожалению, у людей. А к бесплатному так вообще отвратительное отношение у славянского населения. Да и, наверное, у людей всей планеты. Почему-то говно, за которое заплачено большие деньги, будет восприниматься гораздо ценнее, чем реально крутая, важнейшая информация, но полученная бесплатно или недорого. Ну что, друзья, спасибо, что смотрите. этим самым вы помогаете развиваться и мне, и каналу. Благодаря вам я постоянно изучаю новую информацию, повторяю старую, чтобы поддерживать себя на плаву знаний, потому что только через знания и опыт и практику можно прийти к пониманию. И надеюсь, что вы получаете пользу от того, что я делаю. Если это так, обязательно делитесь моими роликами в своих соцсетях. Это лучшая благодарность и помощь каналу. Я не прошу у вас никогда денег и не буду просить, но помогать каналу вы можете. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, пишите обязательно, что вам нравится, что не нравится в том или ином ролике. И увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok